Ну что, друзья, давайте с вами поиграем в большой футбол на волнах Радио Аврора. У нас 100.7 FM, вы, конечно, знаете, на какой мы волне живем, и, конечно, знаете, где мы в интернете. Радиоаврора.am, и там же, конечно, есть такая супер-пупер-современная крутая штука, как визуальное радио. Если зайдете к нам в гости на сайт, то как раз узнаете, что это такое, поймете, я уверяю вас, это вам понравится. Между прочим, это первое визуальное радио у нас в Армении. Мы здесь, в студии, нас несколько, нас, если честно, даже не несколько, а больше, чем надо. Вот столько нас здесь человек, и вся эта группа вашей поддержки, друзья. Так что вы можете прямо сейчас к нам в прямой эфир дозвониться по номеру 091-76-1007 и выиграть 10 тысяч драм. Если, конечно, угадаете, кто выиграет в матче Интер-Рома. С вами, кстати, эту игру будут обсуждать знаток и антизнаток. Знаток у нас всегда в костюме, знаете, соответствует своему званию. Это Гога Казарян, Гоги. Да, я тут, кстати, вот сейчас, знаешь, где я, в общем, я так верю. Ты на Тотогейминге, наверное. Я сейчас нервничаю, потому что я собираю очень хорошую ставку. Так. У меня совершенно случайно я зашел на свой, как это, на свой аккаунт. Аккаунт. Да, на Тотогейминге. И был приятно удивлен. Приятно удивлен. Тебе тысячи драм, они сели на свой счет. В качестве бонуса, между прочим. Да, это была акция у них до октября. Ты зарегистрировался и вот получил свою штуку. И вот сейчас я собираю на серию А. Так. На серию А чего? Италии. Серия А, только Италия бывает. Да, понятно. Все. Не надо. Кстати, Интер там на первое место вышел, да? Ну. После вчерашней какой-то игры они на первом, но они и были вроде как. Да. Подожди. Нет. Они сейчас еще не на первом. Но они на первом. Нет, на первом. На первом. До того, как доиграют все остальные. Интер вышел на первое место. Люся, тур еще не доигран. Люди сегодня будут играть этот тур. Итальянская серия А. Вчера только Интер играл. А, Болония Интер. Сегодня будет видно, кто будет на первом месте. Так. И что, и что, и что ты там придумал на totogaming.am? Ну вот я сейчас собираю хорошую ставочку. А вы пока можете позвонить на Пока Гога на кого-то там ставит. И, кстати, тоже можете сделать ставку. Я уже набрал коэффициент 12.81. Ага. Вот. Так что... Пошустрил там, да. Посмотрел. Будем ждать. Друзья, в общем, помимо всего прочего, конечно, на totogaming есть масса разных интересных акций. Но одна из них это та акция, благодаря которой вы можете выиграть один из десяти айфонов 6. Их вы сможете выиграть, если наберете необходимое количество очков при участии в турнире iPhone Blood. Друзья, заходите. Кто умеет и хорошо играет в Blood, я думаю, для вас не составит большого труда набрать тысячу очков и выиграть вот один из этих айфонов 6. А вот ты вот из того, что я тебе предложил, что предпочитаешь? Я вот тоже сегодня, да, я, если честно, не знаю, но на кого ты мне посоветовал? На Кубань. На какой-нибудь Голотосарай. Кубань? Кубань. Какой Голотосарай? Не надо? Суй. Голотосарай. Друзья. Кубань, я советую поставить на Кубань, потому что, как мне кажется, Кубань сегодня выиграет Спартака с минимальным счетом. Это после последних-то вот этих вот событий, когда Спартак, это... Спартакский комментатор выбежал на поле... Спартаковский. Нет, Спартаковский. Спартаковский. Нет, Спартаковский болельщик. Спартаковский болельщик выбежал на поле, его там побил комментатор другой команды. В общем, ты все перепутала. Нет, на... Динамо. Динамо. Динамо ТВ, репортер Динамо ТВ ударил какого-то болельщика, зенитовского, по-моему. Ну, между прочим, было за что ударять. Я смотрела запись, он там показал комбинацию из пару пальцев, когда выбежал на поле, всем показал. Ну... Всем, понимаешь? Всем динамовцам. Продинамили они... Он думает, они его продинамят, а они и продинамили. А он его динамнул. Ногой динамнул. Очень эффектно. Друзья, ну, вы можете прямо сейчас присоединиться к нашей беседе вообще, к обсуждению футбольному и не только, если дозвонитесь по номеру 091-76-1007. А пока вы звоните, мы с Гуга еще пару новостей, пожалуй, обсудим, тем более, что есть что. Гок, конечно же, ты знаешь, что Челси вообще в жутко плохом положении сейчас находится. Да, всего-то он проиграли кубок. Ну, каждый раз, когда тебе говоришь, ты говоришь, всего-то, ну, подумаешь, что ж там, ничего, ну, Маурини уже... Ну, я не большой любитель Челси, но на самом деле, да, Маурини, наверное, себя изжил... Ну, Маурини нельзя не уважать, Людь. Ну, в любом случае, ты знаешь, даже если его и уволят, а скорее всего, его уволят, потому что прошла вот последняя игра, Челси проиграли по серии пенальти, и вот у них ожидается еще одна встреча с Ливерпулем, но я думаю, что уже не важно, как она закончится, Абрамович Маурини попросит выйти, и за это, за это заплатит ему 30 миллионов, понимаешь, за только выход. Неустойчиво. Да, компенсация будет. Неустойчиво, да. Поэтому, ну, и, конечно, пока остается открытым вопрос, кто же вас главит потом, Челси? Алло, вот сейчас узнаем, может, наши слушатели в курсе. Алло, здрасте. Как зовут вас, только чуть-чуть погромче. Немально Рустама. Рустам? Айо. Ой, какое у вас футбольное имя, Рустам? И красивое. Не футбольное? Все, что я называю, когда Рустам взоробки на кач. Так. И мы с Татой на кач. Но у нас ворочема, Рустам. А, бай, 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 хэ, Татой на кач. И вот что мама, ну, папа. Ну, Гаста, гитый. Рустам? Айо. У вас была такая, дай бог, сейчас ей тоже здоровье. Бабушка такая волевая, да, которая решала в семье все, в том числе, и как бы, о, ну это здорово. Хорошо. Рустам, а вот вы своей маме тоже доверите выбирать имя своих детей? Да? Даже если она захочет, допустим, назвать... Понятно. Рустам, пока мы не забыли ваш номер телефона, может, продиктуете его? А то вдруг потеряем. Яйцуньерку. Отлично. Ну, Рустам, рассказывайте, вы за кого болеете, если, конечно, вообще этим и увлекаетесь. Футболом увлекаетесь? Так. Кто вам там нравится? Люсь, ну вот, у парней немножко по-другому. Футболисты... Кто вам там нравится? Такой симпатяшка там есть. Это тебе нравится, да? Что это? Реалин? Реал. Реал. Ну, для вас у меня тоже есть хорошая новость. Говорят, что Реал, юношеская сборная, приобрела нового Месси, да. Юношеская сборная Реала. Команда. Молодежная команда королевского клуба, они приобрели нового Месси, которому пока еще, да, 15 лет. Так, так. И его зовут, сейчас я вам скажу, Лукас Паттанелли. Паттанелли. Да, он тоже из Аргентины, но очень, говорят, способный мальчик, и с ним подпишут уже контракт, когда ему исполнится 16 лет. Ты знаешь, сколько таких новых Месси и новых Роналдо рождалось уже за эти несколько лет? Ну вот увидишь, пройдет лет 5, и вы вспомните о Лукасе. Какой-нибудь ребенок чеканит мяч, а ему сразу, о, это Месси, о, это Роналдо. Рустам, Рустам, ну вы болеете за Реал, вам в принципе переживать нечего, тем более скоро вы дождетесь, как у вас это называется, Эль Классико, да? Говорят, что Месси, кстати, вы... Ты же сама новость говорила, про то, что судей хотели надавить на судей. А-а-а, то есть вы поверили в эти случаи? На Лайнсмана пытались надавить. Ну, посмотрим, конечно, чем этот матч закончится в любом случае. Кстати, по поводу букмекеров, вы вообще сами-то увлекаетесь этим делом когда-нибудь? Вот сейчас, например, если бы вы поставили на матч Интер-Рома, на кого бы вы поставили на Тотогейминге? На чью победу или, может, на ничью? На чью победу или, может, на ничью? Я вам могу озвучить коэффициенты на Тотогейминге. Итак, победа Интера 2,55. Победа Ромы 2,69. И ничья оценивается коэффициентом в 3,35. То есть самый большой коэффициент у ничьи. Да, Милану Малинелу. Милану Малинелу. Я думаю, Интеры даштум. Вот давайте с вами подумаем вообще, чем там эта игра закончится. От этого, кстати, зависит 10 тысяч грамм. Вы выиграете? Ай-яй-яй. Че, Арачин? Рома? Победа Ромы? У нас, знаете, такие вот разноплановые какие-то прогнозы на эту игру. У нас есть один прогноз на победу Интера, один прогноз на ничью. И вот теперь вы поставили на победу Ромы. А я что сказал? Ты не помнишь? Я, по-моему, ничью, да? Прогнозировал, да? Прогнозировал, да? Что-то в этом роде. Ну, вот... Дегустировал. Рустам, итак, ваш выбор это победа Ромы. Если все окажется так, то вы выиграете в большом футболе 10 тысяч грамм. И мы с вами пока прощаться не будем, потому что на этом... Так, подожди, Люся, а давай я спрошу. Ура, Рустам, Джан, если Люсян, мы отничьи, ряда за ТСЛ? Угу. Есть, чем ТСЛ. Мой, один мой друг хороший, увидел сон и сказал, чтобы я обязательно сегодня сделала стапку. Твой друг спит на тебя сны видеть, что ли? Ну, бывает. Да, да, да. Ну, что-то, мы как-то... Я, в основном, Хорортоведку, Кубань, Спартак. А вы, Рустам? Кубань, Спартак? Да, Кубань просто Хорортоведку. Я, ну, я, ты согласен, что у него нет. Ну, а ты, вы, то есть, согласны с Гогой? Да. Вы так говорите, Русстану? а я с вами был расширен, что как по-нушему пошел Спартаку? А если быть любым, что если бы в Кубани кто-то опасся, то Кубани MacPasечка Хит�, как это по-нушему, но это не так, что это Рома интерьера, будет ли это Руссия? Ну, в общем, с моими прогнозами и ожиданиями мы разобрались, осталось с вашими. Мы вообще где вас сейчас застали, Рустам, вы.. вам сколько лет? 31 год. Вы, наверное, еще на работе сейчас? Серьезно? На Исакова пробка? Ну вот это уже полезная информация для всех наших водителей. А в каком направлении, Рустам? Депи, Бангладеш. То есть от моста Победы в сторону Аргаванда. Итак, дорогие водители, на Исакова... Не-не, ни в коем случае. Рустам, а почему вы на Исакова? Вы водитель такси или просто возвращаетесь домой? А, то есть вы выезжаете по заказам. Ну, тогда вам удачи. Приятных вам заказчиков, чтобы побольше денег вам потом заплатили. Спасибо вам большое за участие в большом футболе, Рустам. Надеюсь, мы с вами встретимся, когда вы придете за своими 10 тысячами драмами. Если, конечно, Рома выиграет в матче с Интером. Всего вам хорошего. Хорошего настроения, как и всем нашим слушателям. Друзья, не забывайте, что официальным букмейкером большого футбола является Тото Гейминг. Вы можете выиграть один из 10 айфонов в 6 на тотопгейминг.ем. Если поучаствуете в турнире iPhone Blood, наберете необходимое количество очков. Мы сегодня, как и завтра, и послезавтра обсуждаем игру Интерома. Вы тоже можете сделать свои прогнозы. Если они окажутся верными, и вы их озвучите в прямом эфире радио Аврора в большом футболе, то 10 тысяч драм также будут вашими. Гога, есть что добавить? Да, есть что добавить. Очень интересная игра на Тото Гейминге как раз в онлайне. Сталь Днепродзержинск. Горняк Кривой Рог. Вот такая вот даже игра есть здесь. Ну ладно, сейчас тогда будем... Такой вот обхват. Очень много возможностей на Тото Гейминге поставить вставочку. Как и у нас на Авроре. Кстати, одно из таких возможностей, это, конечно, быть всегда в курсе всех событий, друзья. И благодаря нашим новостям мы поэтому уже через 9 минут мы ждем в эфире нашу коллегу Лилита Хаджаняна. Она вам все самое свежее, интересное расскажет на Авроре.